МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой-то опыт получен? Какие изменения будут сделаны с Мустамейской реальной гимназии после того, как вы вернулись из этой поездки? И будут ли они вообще? Безусловно, любая поездка несет в себе определенный опыт, определенные новые идеи. И если я сейчас скажу, что я с сегодняшнего дня начну какие-то кардинальные изменения, то это будет неправда. Потому что та проблема, которая сейчас в Европе очень актуальна, это факт, и она затронула, безусловно, и Эстонию тоже, она должна решаться коллегиально, вместе. И одна школа, безусловно, эту проблему решить не может. На мой взгляд, должна быть определенная система, регуляция, может быть, какая-то определенная программа на уровне государства, помогающая, причем единая, не только затрагивающая систему образования, но и какие-то социальные службы, миграционные службы, должны работать вместе. И тем самым уже школа, как та организация, которая непосредственно занимается образованием, должна будет уже принимать тех детей, которые к нам приедут. И исходя из тех потребностей, в которых будут нуждаться те или иные дети, исходя из языковых потребностей, исходя из социальных, психологических потребностей, потому что, как мы знаем, дети приезжают из сложных регионов, где происходит война, порой даже они становятся сиротами, и, соответственно, здесь нужно подключать специалистов, экспертов извне, которых, может быть, мои специалисты в школе, они, не имея такого опыта работать с ними, они не смогут дать полноценную помощь этим детям. На что вы обратили внимание, особенно когда бывали в Берлине и смотрели, как ваши коллеги справляются с детьми беженцев в школах? Как раз-таки было отмечено нами всеми и мной, в частности, что четко структурировано на уровне государства и, понятно, для всех учреждений образования, в частности, вот эта вот программа мягкой адаптации детей, приезжающих из других стран в общество. То есть школы точно знают, что они должны делать, как они должны делать. Каждая организация занимается своим делом. То есть если это департамент образования, то они, получая детей, в течение нескольких дней уже определяют ребенка в ту или иную школу. Соответственно, школа, получая данного ребенка, она имеет какую-то информацию о данном ребенке, что ему больше всего необходимо, какие языковые курсы ему предоставить и так далее. И очень понравилась система так называемых welcome classes. То есть, если дословно переводить, добро пожаловать, классы. Когда ребенок, попадая в школу, он не остается один, он полностью окружен социальными службами, психологическими службами, педагогическими службами. И начинается интенсивное изучение того языка, на котором он будет дальше получать знания. Наталья, вы вначале сказали, что нужна государственная система. Вот эта вот поездка, в которую участвовали представители десяти эстонских школ, это была ваша инициатива, или это все-таки было сделано с помощью как раз государства? Данная поездка была организована некоммерческой организацией МОНДА при поддержке Министерства образования и Министерства иностранных дел. И были приглашены, мне сделали приглашение посетить Берлин с посещением школ, чтобы получить опыт, узнать, как они принимают, как они работают, не только причем на уровне школы, но и на уровне самого города, муниципалитета. И я с радостью согласилась, потому что всегда очень открыто к новым идеям, к новому опыту, который интересно всегда внедрять на базе своего учебного заведения. Меня интересует языковой вопрос. Условно говоря, дети беженцев говорят на арабском языке, приезжают в нашу страну, допустим, в Эстонию, где два языка, все-таки есть эстонские государственные и русские, на котором говорит треть живущих здесь людей. В какую школу будут определять, например, ребенка? Поскольку первая задача это выучить эстонский язык, это декларирует наше государство. Значит ли это, что, например, дети будут поступать только в эстонские школы или в русские они тоже попадут? Опять же, повторюсь, это, наверное, должно быть решено полностью на уровне государства. Если мы говорим о русскоязычной школе, то здесь, безусловно, должно идти изучение двух языков. Русского языка, потому что обучение в основной школе у нас все-таки идет на русском языке, и изучение, безусловно, эстонского языка, потому что некоторые предметы мы вводим на эстонском языке, а также изучение государственного языка обязательно с 1 по 9 класс. Ну а образование в гимназической ступени вообще идет в объеме 60% на эстонском языке, поэтому здесь, в нашем случае, в случае русскоязычной школы, это два языка, два углубления, соответственно, два вот этих вот направления, на что мы прежде всего должны обращать внимание. Если же это эстоноязычная школа, то тогда образование идет на эстонском языке полностью, соответственно, это идет изучение углубленно одного языка. У меня такой кадровый вопрос. Сейчас директор школы получил опыт, но с детьми беженцев придется работать учителям, и учителям, явно, наверное, не владеющим арабским языком. И что еще очень интересно, наверняка школьному психологу, потому что это стресс будет для детей. Будут ли какие-то курсы для этих людей, для психологов повышения квалификации и курсы по работе с этими детьми и для учителей? Может быть, от Министерства образования, может быть, вы сами сейчас задумались после этой поездки о том, чтобы какие-то такие курсы для учителей найти? Я очень надеюсь, что, когда нам скажут, что вам нужно принять 5-10 человек из того или иного государства, что к этому времени мы действительно будем готовы, действительно будем полноценно обучены. Персонал, коллектив и очень понравился мне опыт Берлина в том плане, что все внешние организации, они также подключаются к тому, чтобы помочь школе. Это психологи, социальные педагоги, не только которые работают полноценно на базе одной школы, но и извне, эксперты извне. Это очень хорошая система помощи как изнутри школы, так и извне. Поэтому ребенку намного легче адаптироваться, нежели он только передан на школе. И я очень надеюсь, действительно, что мы получим эту помощь от государства. Наталья, можете уточнить, на каком языке в Берлине адаптируют беженцев? На немецком. На немецком. Большое спасибо, Наталья, что вы пришли в нашу студию. Я напоминаю, что у нас в Кофе Плюс побывала директор Мустамяйской реальной гимназии Наталья Виргун и в рамках образовательного проекта организации МОНДА. Мустамяйской реальной гимназии